а здравствуйте уважаемые блогеры и зрители сегодня 27 июня двадцатого года блогер из перми опальный бывший трудник комитета государственной безопасности советского союза без ссоров еще раз большое спасибо за поддержку канала за средства которые вы перечисляете я получаю регулярно друзья мои я прошу прощения за внешний вид не выходил несколько дней почему я упал с велосипеда и немножко вот видите получил такие вот старапины на лице это нет меня никто таскать не трогал ничего просто так получилось поэтому вот более-менее спали сейчас эти все корост можно что-то говорить ну вот так бывает жизни да друзья мои ну вот просто рекомментировать по поводу идущего голосования за поправку конституции ну что можно голосовую комментировать ну к сожалению зрелище очень печальное и ничего хорошего она не вызывает то есть даже если вы все проголосуете против понятно какие будут результаты стран давно вышла за рамки правового поля давно к сожалению фальсификация выборов стала нормой опреки конституции там цензура введена и так далее ну вот так вот мы живем в таком государстве нам наша задача сделать это государство лучше повернуть его к человеку до чтобы вы были защищены чтобы власть перед вами стала постойки смена что прозвивалась экономика чтобы люди так сказать ну вот вот о чем идет речь но к сожалению понятно что вот эта команда власти ничего этого сделать не сможет и ну да останется владимир путин еще на один срок ну а толку то что что он принесет людям что он даст стране снова закручивание гаек без безмозглые так сказать запрет всего и вся нарушение законодательства ну понимаете есть предел если хотите любого страха да ну может год бояться 2 5 10 но когда у тебя разваленная экономика ты живешь на 15 тысяч по борони банков и так далее когда полное беззаконие власти незащищенность полная в судах ну как жить вот так больше не больше но ты все рубишь как-то говорить нет такой власти и волна протеста нарастает нарастает поэтому видимо владимир путин пытается ее оседлать побыстрее чтобы так сказать хотя бы иметь хоть какое-то право лишь никому легитимности причине идет ну скажем так скажем так продолжать свое правление но к сожалению вот хочется чтобы он выводы какие-то сделал люди хотят жить трудиться они высуществовать и не жить в условиях полного беззакония к сожалению до него не доходит почему потому что но часто говорят что короля же управляет свита королем да он создал такую систему управления привел полуголовников в своем окружении к власти и в они вот так из этого тренда который они создали в африке создали мафиозную латиноамериканскую диктатуру они выйти из этого тренда не уже не в состоянии миллиарды состояния миллиардные деньги коррупция и так далее и какой выход и оппозиция фактически уничтожена постоянно постойки смены любые попытки создать какое-то вменяемое движение как бы защищала граждан но это не приводит тому что вы видите что с им получилось поэтому друзья мои ситуация как говорил один герой фильма хуже чем я думал даже хуже чем вы можете себе подумать и это происходит на фоне полной деградации экономики фактически не в стране нет вот такие дела ничего радостного я вам сказать не могу ничем вас утешить не могу спасибо за поддержку канала спасибо за отклики кто-то у меня смотрит и подписываетесь может быть вместе мы пройдем какому-то знаменателю нам хочется жить здесь мы хотим жить здесь растить семьи или быть создавать науку систему образования великую и так далее ну так вот спасибо ваш бессонанский борис спасибо